Всем привет из дремучих карпатских лесов! Сегодня мы говорим про маленькую игру, про настольную ролевую игру, которая играется в тишине. Алиса пропала. Эй, всем привет, ребята! Очередная неделя, очередной выпуск горячих ролевых. Всем спасибо, что пришли сегодня послушать про маленький выпуск маленькой игры. Оно реально маленькое. Новости еще. Новости. Первым же делом, ребята, я хотел бы поблагодарить, как всегда, всех наших патронов, кто приходит к нам на Patreon, ребята, вам огромное спасибо. Я сейчас зачитаю ваши имена. Сява, спасибо тебе огромное. Павел Игишев, спасибо тебе огромное. Никита Маликов, спасибо тебе, что ты с нами. Last of the Nameless, спасибо. Иван Занинин, спасибо тебе огромное. Занин. Занин. Сир Собакин. Сир Собакин, спасибо тебе большое. HG, спасибо тебе. И Fruit Punch. Огромное спасибо, что вы подключились к нашим воинам в мастерской. Войны в мастерской. Да, воины в мастерской. Наш Patreon — это место, где мы публикуем какие-то вещи, которые происходят внутри, собственно, канала, внутри издательства, которое мы потихонечку строим, внутриковые вещи, наши разработки. Я надеюсь, что в понедельник, по-моему, мы договаривались, да, с тобой у нас должен быть очередной патреоновский стрим, где мы говорим с патронами. Я думаю, что в скорое время некоторые вещи после Кости Коннекта появятся тоже там, которые мы планируем выпустить. И еще куча всего, которые за следующей неделе, вы заметите, что будут на канале какие-то вещи происходить, так что... Сейчас прям созревает фрукт такой, мне кажется, сейчас скиллстрик пойдет. Да, скиллстрик будут там апдейты, так что вам огромное спасибо. Кроме того, как всегда, Саш, расскажи про эту штучку, которая у тебя тут... Вот, вот эта вот штуковина, ребят, видите, вот этот бар, донат-бар, донат-бар, это, короче, супер-супер-донат-бар, который обозначает, сколько нам осталось собрать и сколько мы уже собрали на нашу Кости Хату. Кости Хата, ребята, кто до сих пор не знает, что это такое, это наша новая студия, которую мы прямо сейчас строим, по сути, как чудо света в цивилизации, пирамиды, например. Вот, это супер-проект, это действительно супер-проект, это пока что, наверное, самая приоритетная вещь, которая происходит у нас на канале, у нас на студии, в нашей организации, скажем так, и в нашем сообществе. Потому что без вашей помощи этого всего не получится, и на данный момент у нас целый месяц практически он весь направлен на сбор этих денег, на сбор этих ресурсов для того, чтобы мы продолжали это строительство. Сегодня у нас горячие ролевые, завтра у нас... Каме-хаме-ха! Каме-хаме-ха! Сёнэн-анимэ, приходите обязательно ваншот по Юпика-Ей Сёнэн Эдишн, шоу-нэн, как мы привыкли это называть. А после этого у нас во вторник Энуа, после этого у нас в четверг еще одна игра, ребята. После этого у нас еще одни горячие ролевые в субботу, потом еще один ваншот в воскресенье. Короче, у нас будет очень много ваншотов, очень много игр, очень много стримов, на протяжении которых мы все это собираем для того, чтобы сделать, наконец-то, этот переезд. И кто с нашим каналом уже довольно давно, вы знаете о том, что мы не влазим сюда. Мы действительно уже перестали влазить в нашу текущую студию. И с учетом всех проектов, всех планов, которые у нас есть по издательству, по работе мастерской нашей, по съемкам. Короче, огромное количество вещей, разработка, да, огромное количество вещей, которые происходят. Наконец-то мы сможем это нормально реализовать в нормальном рабочем пространстве. Не ютиться по каким-то коморкам, нормально сортировать мерч, наконец-то, нормально делать кубы, нормально делать дайстрей, которые Денис будет вырезать. И кучу-кучу всего. И самое главное, что у Вити будет свой огромнейший супер-турбо кабинет, где он сможет лаунжить. С большим окном, откуда он будет смотреть нас и командовать нами, ребята. Как он обычно это делает, а так мы будем защищены хотя бы стеклом, чтобы от его гнева. Я думаю, что патроны в понедельник узнают побольше про происходящее на стройке, на строительстве. И, как мы и говорили, мы обязательно снимем документальный фильм, по сути, о нашем переезде, о нашем строительстве. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо огромное. Хорошо, спасибо, спасибо большое. Да, так что, ребят, вот эта штука. Спасибо вам всем, кто нас поддерживает. Эти все ресурсы, эти все средства сейчас идут на нашу Костехату. Ладно. Новости, новости, новости. А, наверное, самая большая новость, это что Генконг, кто не знает, что такое Генконг, это самый большой в мире фестиваль настольных ролевых игр, объявил планы, собственно, что они делают в этом году. В этом году у них чуть-чуть смещается дата. Они обычно в августе, если я не ошибаюсь, или где-то когда-то летом проводят обычный фестиваль в Индианаполисе. Но в этом году они смещают на сентябрь. Подозреваю из-за того, что надеются, что в сентябре уже будет ситуация чутка получше. И они делают новый формат этого фестиваля. Будет ограниченное количество людей на живом фестивале в Индианаполисе. Будет онлайн Генконг, который будет происходить. Где, может, мы с Сашей поучаствуем? Почему нет? Да. Я думаю, что нам пора уже тоже там как-то помахать ручками. Ну да, пора уже. Пора уже на Генконе выставить. Да, время пришло. И будет поп-ап в фестиваль, где локальные магазины могут тоже как-то участвовать. Это мини-генконы такие, которые локально будут происходить. И, ну, есть несколько проблем. Первым же делом, не очень много людей рады тому, что вообще происходит масштабный фестиваль. И туда, ну, как бы, волнение из-за пандемии. Ну, и вообще, кто не в курсе, на Генконе дохрена людей. И постоянная была проблема в Генконе, что очень близко люди сидят. Столы слишком близко. Ну, короче, это одна. И второе, они попали на Йон-Кипур. Что они не менее волнуют людей, у которых праздник в этот день. Так что такое вот. Да, в общем, посмотрим, что там с этим Генконом будет происходить. А пока что, пока что на Ютубах на этой неделе появился трейлер, наконец-то, геймплейный, нормальный. А вот не вот эта тошниловка, а как раньше была на тизере. Игры Dark Alliance, которая, собственно, по... Уф! Кто? Спасибо, Гилгаммаш. Спасибо, Гилгаммаш. Спасибо огромное. Прям герой. Да, герой эпоса. Спасибо огромное. Так вот, нам показали трейлер игры, которую делают по, ну, как бы, лору, по вселенной. Забытых королевств, насколько я понимаю, оно вдохновлено, понятное дело, классическими героями, рассказами о Дриссе. Дрист, я его буду называть, всегда буду называть его Дристом. Лайн-тактус, спасибо. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое. Да, то есть там будут у нас Дристы до Урдены, у нас там будут... Да все, Бауры, Дауры, Бауры. Да, знаменитые герои, короче, этого сайтинга, да, и мы там будем бегать. Я так понял, по геймплейному трейлеру это будет, во-первых, такой хэк-н-слэш, в первую очередь, а во-вторую, что тебе больше всего запомнилось? То, что, наверное, самое запоминающее и в первом, и во-втором, что, наверное, когда они делали концепт трейлеров, они такие, в полу... как-то позднее средневековое в ренессанский фэнтези, давай поставим металл. Много металла, который вообще непонятно, как он целесообразен в этом, ну, давай вот, пусть он будет там. И пусть там будут огромные орки на фэнтезийных электрогитарах. Да, и он должен... почему-то орк, который упал в лаву, он показывает средний палец. Ну, это как Терминатор показывал... Типа металл, металл. Это металл. Короче, да, есть такое вот ощущение, смешно. Ну, не знаю, то есть оно... Оно как Tenacious D. Да, 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 это оно. Оно создает, наверное, тот эффект, который они надеялись, то есть об этом, может, говорят. Хрен его знает. Ну, короче, увидим, что с этого будет. А вдруг они посмотрели на Моркборг и сказали, металл это теперь модно, нужно, чтобы у нас игра тоже была металлом. Мне кажется, что там Джо Марджинелло как-то рядом, и он такой... Мы бы показали вам трейлер, но там играет Блэк Саббат. Да, там Ози Озбор и нас забанят. Нас сразу забанят даже за трейлер. Так что сорян, ребята, идите на YouTube посмотреть. Ладно, дальше статистика, погнали. Да, у нас статистика есть, контора ICV2, которая называется, которая каждый квартал, они вываливают статистику по продажам в разных сферах развлекательного контента, в том числе и по настольным ролевым играм. И настольным играм обычным и так дальше. Но нас интересуют настольные ролевые игры. И, значит, за последний квартал 2020 года у нас есть топ-5 самых продаваемых игр по статистике этой конторы. На первом месте, конечно же, Подземелья и Драконы, пятая редакция. К сожалению, в этот раз они не указали процентное соотношение. То есть мы не знаем, насколько разница большая между продаваемостью этих игр. Но на первом месте у нас Подземелья и Драконы. Дальше у нас Pathfinder, конечно же. Дальше у нас Cyberpunk. И дальше у нас Чужой. И в конце концов у нас идет Fade. Вот такая вот статистика по продажам. Ну, я не удивлен, на самом деле, первым двум. То есть, хоть Pathfinder где-то уже шел на дно. Мне такое было ощущение. Cyberpunk, понятно, потому что... Рад. Оно не связано никак с настольной ролевной игрой. Вот в чем, типа, смешно. Alien, мы говорили о том, что это был очень большой интерес к нему был, к Чужому. Вообще, в общем... Это удачная игра. Удачная игра. Я надеюсь, что мы увидим Дрюгаску, кстати, скоро. Да. Да, ребята, так что мы сможем поболтать с Творцом этой игре. О игре и, ну, Fade. Откуда он взялся? Мне странно, потому что он раньше в этих топах не светился. Или я, по крайней мере, не обращал внимания. И я пытался вот прямо сейчас перед выпуском вспомнить. Может, выходило что-то, да, по Fade, что могло вызвать интерес. Может, какой-то новый Sourcebook выходил. Но, к сожалению, не могу вспомнить. Мне интересно, вот, может, если кто-то из вас знает, ребята, пишите в чатик, будет интересно узнать. Вот такие вот новости. Следующие, Modipius сейчас выставил бесплатный Quickstart по их новой серии по Стартреку. И это Quickstart по Клингонцам. Да. С чуваками. Рогатые вот эти чувачки. Ну, они такие, роговые пластины у них. Да, и у них есть, то есть, у них там есть прегены уже по Клингонцам и маленькие приключения, которые называются The Tip of Burleth. Что бы это ни значило. Кстати, очень интересно, что вот Стартрек Адвенчурс, да, настольная ролевая игра, она вышла, она получила какие-то премии, она довольно популярна. На Западе, естественно, потому что где Стартрек более популярен, является частью поп-культуры. Вот, у нас же его тоже локализируют, я вот не могу вспомнить, Пандора, по-моему, его локализирует. Уже, по-моему, должна быть, но мы ничего не знаем в этом. Вот, а параллельно с этим интересно, что Modipius, они ведь, мы говорили даже на предыдущих горячих ролевых, они выпустили отдельный корбук по Стартреку, который конкретно со стороны Клингона, ну, как бы, со стороны антагонистов, грубо говоря, этой вселенной, да, они отдельный корбук Стартрека выпустили по именно, как бы, этой стороне истории, и сейчас отдельный бесплатный Кикстарт выпустили. Ну, прикольно, может, ну, мы же знаем, что, кто не смотрел интервью на Ютубе с Крисом Аберчем, он большой фанат этого, он управляющий создатель этой компании, так что не просто так мы получаем столько контента по Стартреку. Согласен. А, следующая штука, мы ее тоже уже видели чуть-чуть. Да, видели чуть-чуть. Костяковая. Костяковая. Каосиум показали нам, как будет выглядеть содержимое стартового набора по рунквасту. По новому рунквасту. Что тебя, что тебя вот запомнило, что тебя впечатлило, что впечатлило? Первым же делом мы уже видели то, что они оптимизировали, как выглядят на листе персонажа руны, их они переделали вместо того, чтобы они сверху, они находятся одной колонной, как бы, составляющей, все весь твой персонаж, мотивация, все внутри одного-одной вот этой вот графе. Это очень классно, мы с Джопом Ричардом, с вице-президентом Каосиума на Косте Канеке об этом говорили, он, собственно, и показывал первый тизер, перед тем, как мы увидели это. Внутри этого стартер-сета у нас карты, дайсы, пригены, брошюры к мастеру, буклет по правилам, приключения и соло-приключения. Мы говорили, по-моему, с Джеффом уже, я думаю, что сегодня, не сегодня, а, наверное, завтра выйдет, может, видео с Джеффом, и там мы говорим о том, что как они готовили этот стартер-сет под... Соло-игру начали, да. Мне знаешь, что мы говорили с тобой о том, что насколько все-таки, ну, вот один минус, да, мы говорили об этом с тобой, но что мне понравилось в стартовом наборе, который они показали, он выглядит богато. Да. Он такой насыщенный, то есть там куча макулатуры. Причем вот эти четыре буклета, да, которые, во-первых, правила игры, описание сеттинга, глоранты, соло-приключения и обычное приключение. То есть, ну, богатенько, я бы так сказал. А говорили мы с тобой о арте. О арте, да. Да, ну, арт, мы когда говорили про рункваст-книгу, которая получила на Энис, на лучший арт внутри книги, в кортбуке, и правда были выдержаны какой-то вот один, может, стиль. Иногда выбиваясь, которая, я не очень понимаю, почему это так было, но тут в стартовом сете почему-то они вырешили вообще сделать какой-то вот прям очень разный уровень, причем на местах, которые должны, ну, то есть, по логике размещения любых артов, есть места, которые занимают целевые позиции на листе книги, и ты используешь, которые хорошие, там, где их больше видно, да, а тут на тех же местах разного уровня арты, разного стиля, и иногда они очень сомнительные, как и на прегенах, например. И вот это вот меня чуть разочаровало, потому что они как-то двигались в какую-то очень прикольную сторону, а сейчас они как-то вот начали смешивать это все. Ты мне тоже самое, по-моему, говорил и про книгу магии, которая не так давно вышла по Grim Quest, тоже ее смотрел. Да, она тоже вот, та же штука, Book of Red Magic, да. Она тоже такая вот все, обложка вообще бомба, то есть, они с обложками, ну, мне нравится, как этот стиль весь, но потом ты внутрь смотришь, и ты такой, блин, ну, короче, как всегда, знаешь, не суди по обложке, может, такое бывает. Короче, так вот, да, Room Quest Starter Set, посмотрите, если вам будет интересен Room Quest, обязательно интервью с Джеффом, он очень много говорит об этой штуке. А тем временем на DriveThruRPG прибавилось переводов русскоязычных проектов, ну, точнее, как это, русскоязычных переводов, да. Студия 101 выложила в продажу PDF-ку «Охоты на охотников». Это sourcebook к Vampire the Masquerade, к ювелейным правилам, которые, ну, как бы этот sourcebook рассказывает нам об охоте на сородичей. То есть, благодаря этому sourcebook мы можем играть охотниками на вампиров, ну, и вообще получить такой инсайт, да, в мир именно вот охоты на сородичей, и взглянуть немножечко на сородичей с другой стороны. И эта книга обрисовывает очень интересно эту перспективу, в которой люди, которые привыкли играть в Vampire the Masquerade сородичами, они смотрят, они читают эту книгу и понимают, насколько со стороны страшными могут казаться их же персонажи. Вот, так что интересная книга, она, кстати, считается одним из лучших, наверное, sourcebook'ов к 20-ке, к V20, к ювелейному изданию. Так что я советую прям пойти посмотреть на PDF-ку, она тем более недорогая. Дальше мы продвигаемся к проектам Kickstarter, и мы с Сашей чуть-чуть обсуждали перед эфиром, что, видимо, веяние моды на так называемый folk-horror, и какие-то обыгрывать какие-то местные вещи, местную демонологию, да, выстреливают, и Солом Вейл, Солом Вейл, игра называется, которая обыгрывает в 70-х маленький британский городок, куда ты приходишь, и ты, как ты мне говорил, там, ты аутсайдер, да? Да, как и полагается в подобного рода, в жанре подобном, я бы даже сказал, у нас есть маленький изолированный городок где-то на Атшибе, такое тесное, сплоченное сообщество, которое живет изолированно как-то, и у него вырабатываются какие-то свои традиции, какие-то свои суеверия и тому подобные вещи, и есть чужаки, которые приезжают, и они чувствуют себя не в своей тарелке в этом месте, и персонажам предлагается побыть такими чужаками, которые оказываются в этом местечке, и в какой-то момент они начинают понимать, что что-то здесь нечисто. И игра, она вдохновляется фильмами, сериалами, книгами, которые рассказывают подобную тематику, в том числе, например, и недавний 2016, если я не ошибаюсь, или 2017 года The Witch, прекрасный хоррор, я считаю, и такая классика, как Плетеный человек, если ты помнишь такой старый фильм, есть очень старый, и есть ремейк с Николасом Кейджем. Точно так же про какие-то локальные традиции, а, и тот же Мидсоммер шведский. Да, что же, Богдан, Богдан. Да, 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 да. То есть есть какие-то локальные традиции, которые непонятны чужакам, и они могут как раз-таки рассказать про это столкновение культур, но, понятное дело, под этим всем находится какая-то сверхъестественная подоплека. Как всегда, в любом маленьком поселке есть своя легенда про место, в которое они ходят, есть легенда про крайний дом в деревне, который обходят стороной. Ну да, тут что-то случилось, легенда. Нужно это сделать в какое-то определенное время, потому что, если не сделаешь, тогда придет бабайка. Ну да, это круто, на самом деле интересный ход, что тут все не с города, и есть, то есть я подозреваю, что большая часть концепта игры в том, что вы расследуете, то есть вы, никто не знает ничего, то есть вы с ноля начинаете, то есть нету никого, кто вам расскажет, и вы, это может дает... Я только сейчас еще понял, что очень, на самом деле, интересная выбранная эстетика игры, поскольку это 70-е, она хипарская. Да, да, да. И это дает какой-то интересный вайб этой игре, мне кажется. Вот этот провинциальный британский оккультизм, окрашенный в цвета 70-х. Ну да, почему? Это интересно. Интересное время. Что у нас там дальше? Дальше у нас Филактерий, Зин под самую известную настольную ролевую, точнее как ОСАРХ, всякие вещи, да, которые связаны с Dungeons & Dragons, это уже третье издание этого Филактерия, это Зин, опять же, это журнальчик, маленькое фанатское издание, да, которое содержит в себе огромное количество, оно просто напаковано огромным количеством интереснейших идей, контента, концептов, приключениями и тому подобными вещами. Я, например, выписал несколько из них специально для себя, чтобы я прочитаю, и оно даст какое-то настроение. Во-первых, в этом журнальчике есть рассказано о жрецах-личах Чернобога. Окей. И ты такой, прикольно. Потом, целый список надирающих задницу богов и маленьких божеств, кладбище драконов, какие-то пещеры и огромные данжи, и целое приключение под названием «Проклятый курган шепчущего черепа». Это всего за 15 баксов, это все звучит круто, я не знаю. Если вы любите вытаскивать сокровища из подземелья, почему не купить вот эту маленькую штуку? Окей. Следующее, что… Филактерия Чернобога, да. Жжет или чешет. Прикольно. Следующее у нас тоже на кейстартере – это Tales from the Trail. Да. Да. Как всем понятно, это сразу, это у нас и вестерн, я так подозреваю, да, и какой-то постапок с сайфой, все вместе. Выживаем в полном разбитом мире. Это под Savage World? Да, под игру The After, которая, собственно, на Savage World тоже основана. Всем понятно, что The After – это после… Да, после чего-то. Есть такая вот штучка, там, это приключения, я вам нравится. Три, три даже приключения, которые, кому нравятся такие сеттинги, и вот этот вот West World. Кстати, да. Да. West World. Это оно. Ага. Дальше. Да. Монте-Кук. Монте-Кук продолжает зарабатывать деньги. Вот что я скажу. Проекты Монте-Кука становятся все более необычными, и ты каждый раз смотришь на новый проект Монте-Кука, и ты такой… Потому что до этого была Нуменера, она была очень амбициозная, но как-то вот что-то… Не туда как-то вот эта Нуменера. Потом он взял и вот этот… Как его называлось? Это супер-грандиозная игра в здоровенной черной коробке. А, The Sun, Thousand Suns? Какое-то там, что-то там какое-то… Это Монте-Кук был тоже? Ну, то было вообще 500 долларов. 500 долларов стоила игра «Здоровенная черная коробка» с какими-то оккультными карточками, которыми ты реально мог вызвать, наверное, каких-то древних богов за 500 баксов, ей-богу. За 500 баксов можно было их понять. Да. Вот. А теперь он издает штуку, которая называется «The Darkest House». Что это такое? Это за 45 баксов игровой продукт. Это даже не игра. Он, в принципе, рассчитан под как пятую редакцию Dungeons & Dragons, так, в принципе, под любую настольную ролевую игру. Ну, суть в том, что это, ну, понятное дело, некий там дом с призраками, да, то есть это приключение, не приключение, тяжело сказать. Суть в том, что этот продукт максимально оптимизирован под игру онлайн. Это очень важно. Да, это, кстати, интересный, на самом деле, мув от Монте-Кука, да, он пытается исследовать… Может, они сейчас деньги заработают. Да. Он пытается исследовать вот эту нишу. Тенденция сейчас такая. Тенденция, да. Всем нужно это играть так. А, грубо говоря, суть в том, что, да, это, в общем-то говоря, просто приключение, да, там есть какой-то гайд для ведущего, который он перед собой открывает и может вести игру. Но в чем суть? Во-первых, он, начиная даже с банальной верстки, он максимально рассчитан под экран, а не под печать. То есть это… Он форматирован под экран, чтобы у вас все необходимое было на одном, например, развороте, если вы там в одной комнате какой-то, да. Во-вторых, там есть огромное количество скачиваемого контента, который очень легко интегрируется в Roll20, Foundry, подобные-подобные вещи. Максимально все рассчитано на онлайн-платформы. В-третьих, весь документ там максимально покрыт какими-то кросс-референс ссылками для того, чтобы было удобно прыгать по контенту. И далее какие-то, знаешь, банальные такие штуки, когда тебе нужно отправить, скопировать какой-то кусок текста игрокам своим. Вместо того, чтобы это все выделять, нормальный копипейст сделан. То есть ты кликаешь на параграф, он скопирован уже в буфер обмена, и ты можешь его копипастить своим игрокам. То есть все максимально оптимизировано под игру онлайн. Но технически это просто приключение, которое форматировано под… То есть в прямом смысле это приключение, которое сделано для здорового человека в онлайн виде. Грубо говоря, да. То есть мне кажется, что это может, по сути, должно быть для всех игр, должны бы так форматировать, и это было бы тогда круто. Первая ласточка такая. Очень важно на самом деле, мне кажется, что сейчас игры, которые выходят, чтобы они имели полный… То есть ты когда купил игру, и чтобы вместе с Core Book'ом тебе приходило абсолютно все, что нужно для Roll20, для Foundry, ну больших каких-то этих, чтобы все эти вот интеграции уже были… Ну ты получал там, не знаю, пробокод или что. Потому что это без этого, мне кажется, уже как-то глупо выпускать продукт. Я согласен абсолютно. Кстати, нету в нашем списке новостей, но я вспомнил одну забавную фигню. Давай. Короче, ты играл в Warframe или знаешь, что это такое? Да, да. Да. Вот. Не так давно на Kickstarter один чувак решил запустить проект свой, который назывался Frame. И этот чувак является большим поклонником вот этих лутер-шутеров, таких как Destiny, Warframe, опять же, и тому подобные вещи. У него уже был один проект, который назывался Light, и это был, ну, фанатский хак над Destiny, которая, ну, как бы игра, в которой вы, как бы, играете в сеттинге Destiny. А вторая его игра, Frame, это, опять же, вот такое письмо любви Warframe. Вот. И он запустил этот проект на Кике. И, по сути, весь проект является рискином лора Warframe, и, по сути, ну, геймдизайна Warframe под настольную ролевую игру. Но он не имеет никакого отношения к компании-разработчику-издателю Warframe, конечно же. И это вызвало огромнейшую бурю, короче, срачей в интернете, потому что сообщество Warframe, именно хардкорные игроки Warframe, заговнили, забомбили этот Kickstarter, потому что они считают, что этот чувак, как бы, ворует интеллектуальную собственность компании-разработчика. И этот чувак, у него начались панические атаки, и он за два дня снял свой проект с Kickstarter, короче, и писал там огромные посты, сообщения о том, что он не думал, что это вызовет такую бурю эмоций, короче. На других сайтах я читал о том, что, если я не ошибаюсь, на Dicebreaker это было, они писали о том, что вот этот проект выявил, насколько токсичным может быть сообщество, как бы, онлайн-шутера и так дальше. И ты такой, ну, это же просто нарушение авторских прав, и то, что он переименовал Warframe, ничего не меняет. Типа, и это очень странно на самом деле. Интересно. Ну, блин. Слушай, мы где-то уже попадали на такую штуку. Ты где-то, чувак, украл кучу фотографий. Помнишь, мы где-то говорили в прошлом году, где был фотобаш на фотке какого-то известного фотографа. Вся игра была в фотобаше этого художника. И он такой, типа, эй, чувак, ты украл все мои фотки. Он такой, а, ну ладно. Да, и это какой-то такой, ну, шумный проект был, который потом пропал. Точно, точно. Тоже, он ушел в футболе и все. Ладно, давай, Алиса пропала. Так, первым же делом, Витя, я бы тебя хотел попросить, чтобы ты выключил музыку на одну минуту. Просто, да. Нам нужно побыть в тишине. Да. Это тихая игра. В этой игре нельзя говорить. Да, вы меня правильно поняли. Знаешь почему? Почему? Потому что это игра о подростках. А подростки чатятся. Верни музыку. Да? Ты в этот написал. В телегу. Да, что он написал. Да. Витя написал. Я уже врубив. Все же. Понятно. А можно? Как в этой игре. Эмоции. Эмоции. Я думаю, за такое забанили бы уже. За эмоции. Да, ведь вруби я в одну музыку. Мы слишком старых для этого говна. Так, ладно. Ну, на серьезе. Что это такое? Это Клуэдо... Этот, как его... Как эта игра называется? Давай, давай. Как эта игра называется? Life is Strange. Да, это Клуэдо Life is Strange. Все. Это рецензия на эту игру. Да. Так, какие планы на... Ладно. Давайте будем серьезно. Короче, Alice is Missing. Это выглядит игра достаточно странно для тех, кто привык вообще к общим каким-то... Здесь страниц из нее вообще ни о чем. Просто говорит о том, что как играть в эту игру безопасно. Ну, то есть для культурные какие-то феномены 21 века, чтобы мы все понимали, что хорошо, что плохо. То есть там объясняют, как себя вести. И две колоды карточек. Ладно, давай будем разбирать, на самом деле, что это за игра. В игре есть какие-то некоторые интересные вещи, которые они... Во-первых, нужно сразу обозначить, что это не то, чтобы... В привычном понимании настольная ролевая игра. Да, это ролевая игра, но это скорее story game. И он будет больше похож, наверное, на фиаско. Да, фиаско, наверное, больше всего. По флову игры, скорее всего, я бы сказал так. Далее эта игра наделала много шума. Совсем недавно она... Ну, когда она вышла, она заработала несколько премий на Ennis, если я не ошибаюсь. И она... На Эннисанула. Да, да, да. И она довольно вот выстрелила, скажем так. И, кстати, Hunters Entertainment и Renegade Games, которые издатели, это те чуваки, которые практически после выхода Alice is Missing получили права на разработку таких игр, как Трансформеры, например, в франшизе Трансформеры. Да, Power Rangers и Godzilla, если я не ошибаюсь. Так что эта игра помогла ребятам взлететь прямо, скажем так. И, кстати, это Айван Ван Норман, тот чувак из Critical Role, который с бакенбардами. Да, да. Так, игра называется Silent Role Playing Game, то есть тихая... Тихая ролевая игра, потому что даже тут не говорится о том, что они хотят быть Tabletop Role Playing Game, даже не упоминается. Игра и реально, мы шутили сейчас в маленьком нашем таком этом, но игра и прямо в правилах предполагает то, что все игроки, которые находятся в одной комнате, играют через мобильный телефон, вы переписываетесь, вы не говорите один с другим, потому что это нарушает как бы какую-то общую атмосферу игры, да. Есть очень интересная вещь, которая мне нравится, мы все любим музыку, саундтрек. У Alice is Missing есть свой официальный саундтрек, который ты включаешь, и он разбитый по таймингу. И игра, предполагаю, что вы... она... нет, не предполагает, она на 90 минут. То есть вы разобрались с игрой, начали 90 минут, потому что музыка, которая по таймингу играет, она меняется, и каждый раз там прошло, не знаю, там 15-20 минут, у вас что-то происходит в игре. То есть по таймингу мы начинаем разбираться с карточками, которые у нас есть. Это очень сильно напоминает, на самом деле, простой board game или story game, как мы говорим. Но между делом есть ролевые элементы. Что? Не туда приехали? Ну ничего. Это классическая служба доставки, да. Нормально. И вот это вот очень классно, что есть временные какие-то вот эти вот расположения, и у нас музыка меняется по... По плейлисту. Но вопрос начинается с самого начала. Как это играть-то, да? То есть нам нужен мастер, не нужен мастер, что тут есть? По сути, нам нужен не мастер, а скорее организатор игры, я бы так сказал. Я так понимаю, это его тут ближе к судье, типа, приводит. Это тот же игрок, на котором просто лежит роль того, что он должен обозначить правила и рамки ведения игры, и как бы, как это модное слово сейчас в бизнесе, фасилитировать игру. Да, да. И он всегда берет одну и ту же роль. Да. Одного и же. То есть у вас есть карточки, и ваши персонажи это кто-то из... Друзья пропавшей Алисы. Да, друзья пропавшей Алисы. Почему мы прикалываемся про Клуэйду? Потому что это одна из самых классических настольных игр, кто знает про детектива. Самая простая. Тебе нужно узнать, где, кто и когда. Да. Ну и у вас тут, собственно, есть только еще роли. Кто не, наверное, не знает, что такое Life is Strange, мы с Сашей тоже не знаем, но у нас есть, помоложе нас в компании люди, которым нам объяснили это. Ну и мы прочитали правила игры, чтобы мы поняли, что это. Это история подростков, которые ищут свою подругу, и у них тяжелые... Это тяжелые подростки, потому что тяжелые подростки нормально не существуют, как оказывается. Про них неинтересно играть. Про их неинтересно играть, да. У них у всех подростковые проблемы, но эти подростковые проблемы раскрываются... То есть это подростковые проблемы, которые... Взрослые проблемы. Ну то есть это, я имею в виду, то есть игра не предполагает игроков, которые подростки. То есть это игра для взрослых, которые делают вид, как будто они подростки, если вы меня поняли. И вы расследуете, куда пропала эта девочка. Ход событий идет очень просто. Вы включаете музыку. Каждый раз есть какие-то... У нас есть карты, например. Очень все просто. На картах есть минуты. И каждый раз, когда у кого-то из игроков эта карта лежит перед ними, есть определенная система, мы ее поднимаем и читаем. Вот, например, я взял одну вот на 40-й минуте игры. Вы узнаете, что Алиса использовала соцсети и говорила с этим человеком. И тут задается вопрос, то есть как тут идет игра? Что она могла там найти? Что было странное в этом разговоре, пока они разговаривали? То есть, собственно, как и фиаско, вы сами задаете сцену, что вы думаете это может быть. Но в этой игре, когда происходит вот такая вещь, ты же не можешь сказать никому. То есть ты поднимаешь эту штуку, смотришь на нее в тишине и пишешь это в общий чат, что ты мог узнать. Это, с одной стороны, тут в правилах игры пишется, что очень интересно, что могут быть моменты, когда есть момент тишины, как бы, и это задает тон и все такое. И, то есть, не надо бояться тишины, нужно чатиться в этой вот игре. Другой, очень интересная штука, которая была мне несомнительная, просто странная, что во всех сценах все герои участвуют сами. То есть, взаимодействия в группе нету. Нету, то есть ты... Оно подразумевает вот, знаешь, оно подразумевает вот эту атмосферу, когда есть друзья Элис, пропавшие, да, и каждый из них сам по себе что-то там делает. И они чатятся, они переписываются друг с другом. И вот когда есть вот эти лаги, когда переписки нет, это как... Точно так же, когда, ну, бывают у всех, да, моменты, когда вы что-то срочно решаете, и вам не отвечают. Не отвечают. И вы ждете, да. То есть, вот они пытаются имитировать, наверное, вот этот момент таких переживаний. Да, саспенса. Да, саспенса, да. Элис из миссинг. Игра достаточно экспериментальная, я считаю. Она получила много наград из-за, наверное, альтернативного подхода к настольной ролевой игре. Хоть элементы, мои фиаско, куэйдо и просто компьютерной игры, которая связана с подростками, взята в одну эту форму. Красивая обложка. Дарье нравится, мне не очень нравится. И они получили хорошие отзывы, по моему мнению, по тому, что они используют очень актуальные вопросы культуры 21 века Запада. Очень много всего, которые, типа, ты сразу понимаешь, а, ну, типа, об этом все говорят, нужно и в этой игре об этом, типа, поднимать такие вопросы. Ну, а тут, опять же, возникает такой диссонанс немножечко, мне кажется, у этой игры. То есть, ну, понятное дело, что, ну, как бы, если мы опираемся на такую игру, да, пропажа подростка, ну, и, как бы, у нас есть... И даже опираясь на какие-то вот карточки, которые тут, ну, есть, да, например, там, один из подозреваемых, например, учитель истории, да, оно, как бы, ничего не говорит, но многое намекает, да. Мы вспоминаем, там, «Милые кости» и подобные фильмы, да, или, там, «Экс-бойфренд», или, там, «Крипер», да, чувак, который просто, там, ходил за этой Элис, там, подглядывал, не знаю, да. Вот, подобные вещи. И события, то есть, где могут происходить, там, какая-то тихая, одинокая железнодорожная станция, да. Какой-то национальный парк, старый амбар где-то там в деревушке, да, ночной клуб, маяк, да, и тому подобные вещи. Вот, вещи, которые нам встречаются, там, «Зряженная пушка», да, «Вам кажется, за вами следят», там, «Сумка с деньгами», да, «Капли крови на снегу», Ну, стрёмный белый микроавтобус. То есть, игра много чего намекает, много на что, да, и, понятное дело, могут всплывать, наверное, сложные, тяжёлые или неприятные даже темы. И, понятное дело, игра вооружена, ну, как бы... Знаменитой, наверное. Знаменитой X-карточкой, да. Проблема не в X-карточке, проблема в том, что мы садимся играть в игру, в которой могут всплыть тяжёлые вопросы, тяжёлые темы. Но правила говорят, что если вам это не нравится, скажите, вот поднимите X-карточку и скажите, что этого нет, чтобы вы проигнорировали этот момент. И возникает вопрос, а зачем тогда садиться играть в эту игру, если она предполагает, что мы будем исследовать, наверное, неприятные вещи, которые могут случиться с пропавшим подростком. Да, ну, то есть, тут уже изначально есть такой вот, наверное, порог входа в эту игру, что ты должен понимать, что это происходит. С другой стороны, я понимаю, для чего это... Ну, эта карточка вообще не нужна, потому что ты X... Не берёшь карточку, ты пишешь в чате. Ты пишешь в чате. Ты пишешь X, две точки и, например, момент, который ты хотел бы убрать. Убрать, да. И я... Ну, вот я чуть-чуть... Мне тяжело вообще воспринимать эту игру изначально, потому что в этой игре... Ну, то есть... Я не знаю, как... Ну, то есть, каждая игра, её тема должна привлекать человека, который хочет в неё играть, да. И тут, типа, какие-то моменты, которые мы... Ну, мы не можем просто тут на этом эфире, но я думаю, все понимают, типа, к чему клонит эта игра очень сильно. И ты такой, блин, я не хочу... Ну, то есть, я не хочу об этом ни говорить, ни играть в это. И ещё стрёмно... Ну, то есть, у меня... Ладно, тема — это одно. Давай, как в это играется? Наверное, самая большая критика у меня — это первым же делом, что в эту игру нельзя сыграть два раза. На суки, да. Это написано в правилах. То есть, ты можешь играть с одной игровой группой один раз в эту игру, потом ты... Это должна быть другая группа. То есть, играбельность этой игры нолю равна. Что страшно, потому что настольная ролевая игра, настольная игра даже, предполагает всегда, что это много раз можно зайти. Тот же домино. Ну, короче, это чутка такое... Мне как-то вот... Даже если бы я хотел бы играть, было бы интересно найти какие-то разные моменты, может, по-разному к этому относиться. Мне кажется, даже подход того же фиаско, где, в принципе, у тебя есть один буклет, который подразумевает один сюжет, назовём это так, но он даёт тебе огромное количество инструментов, из которых можно сгенерировать каждый раз абсолютно разную историю, на самом деле, в рамках одного сеттинга, скажем так. Такой подход для Alice is Missing может быть точно так же сработал. И я зуб даю. Я более чем уверен, что есть люди, которым игра понравилась и которые сделали хоум-рульные вещи такие. Мне кажется, что по-любому такое существует. То есть, это первое, которое меня так смущает. Второе меня смущает в том, что настольные игры, вообще настольные игры, они... Их первая функция — это общение. И мы тут... Ну, то есть, я понимаю, что мы живём сейчас... Я такой, как старый дед. Опа, мы победили, Витя? О, победа. Да. Я как старый дед, который не могу принять ещё, может, что новый стиль общения — это телефон, но мы всегда прикалываемся с людей, которые... Заходи, заходи, лети, лети. Прикалываемся с людей, которые используют телефон во время игры, да. Может, это уже неизбежная вещь таких посиделок. И мне нравится, на самом деле, идея того, что есть часть игры, где происходит через это. Если бы это было бы комбинированное правило, то есть, в какой-то момент мы, типа, такие, окей, типа, расходимся, начинается вот эта вот часть игры, мы включаем музыку, и вот этот вот silent role-playing game, часть этой игры, это было бы намного лучше, потому что был бы контраст в игре. Знаешь, у меня ещё один момент есть такой, своеобразный, да, вот, скажем так, от этой игры. Она предполагает, что это role-playing game. Да. И да, мы как бы берём на себя роль друзей Элис пропавших, да. Ну, давай я найду кого-то. Кто-то её там, товарищ, там ещё что-то, ещё что-то, ещё что-то. Там есть там секретная её девушка, да, с которой она встречалась там и так далее. Ну, это подозреваемая. А, это подозреваемая вначале. А, там дальше где-то. А, вот. Так, best friend, старший брат, её девушка. И тот, который влюблён в неё. Да, да, да. На самом деле, у нас четыре роли тоже. Да. Короче говоря, вы берёте на себя роль. Ну, у вас ограниченное количество ролей, на самом деле, этих, ну, как бы, есть. Вот. И технически вы, как бы, играете роль этого персонажа. Но у вас при этом всём, вот эти сцены, которые происходят, вы там только один. Ну, грубо говоря. Да, да. И... Вы в определённом месте, с определённой сценой. Да. И, как бы, получается, нет взаимодействия между персонажами. Фактически. Фактически. Ну, то есть, да, у вас есть это общение, но... Переписка. Переписка, да. Но оно как-то... Я не знаю, у меня... У меня практически пропадает ощущение того, что это ролевая игра. Ну, да. То есть, есть такой вот интерес. Момент, момент того, что мы переписываемся на телефоне, I like it. Но мне не нравится, что нету другого. Потому что во всех играх, которые мы обозреваем, в любой вещи в жизни, для того, чтобы понять, что это чуть по-другому, тебе нужно, чтобы это шло этапами, контрастами. Да. То есть, когда у нас есть этого, этого нету, этого есть, этого нету. Я бы в эту игру, если бы мы играли в это, я бы хотел, чтобы у нас были какие-то моменты, где мы не только переписываем. Но я понимаю, в чём. Это... То есть, они хотят дать вот эту вот страдальческую, одиноческую, тинейджеровскую, нецепливую, моральную... То есть, что все оди... Никто не общается вживую, а все сами. Всё плохо, мы в маленьком этом городке. Ну, диалоги не в чате могли бы сделать намного больше, может, каких-то... Из-за того, что, например, эти замкнутые... Ну, то есть, мы предполагаем, что мы играем этими тинейджерами, которые замкнутые, которые не хотят общаться. А когда они выходят из этой комфортной зоны комфорта, это вполне может быть отличные сюжетные моменты, когда они... Ну, то есть, персонаж открывается, хрен его знает. Ну, короче, эксперимент... Как с площадью, но бегами у нас чуть-чуть... Не у меня, по крайней мере, такое чуть-чуть, я не знаю, как сказать, куда тыкать вот так. Кстати, вот тоже интересно, даже тоже наличие X-карточки, при том, что у игры есть... Кстати, классный, на самом деле, инструмент уже встроенный, лимитирование того, во что вы не хотите играть в Alice is Missing. Там есть такая штука, которая называется Lines and Vails, да, линии и... Ну, вуаль, не вуаль, да, как это... Ширмочки, да, скажем так. То есть, если есть какие-то темы, которые, во-первых, вы не хотите, чтобы они вообще участвовали в игре, вы проводите, как бы, вот эти линии, да, и говорите, что... Вот это, вот эта вещь, я хочу, чтобы это было за линией, то есть, чтобы мы этого не касались. То есть, я ограничиваю линии, да, вот такой момент, да, например, там, игры. Истории, да. Спасибо большое, Иван Занин. Спасибо большое, Иван Занин. То есть, у вас уже, в принципе, есть инструмент, который позволяет настроить игру под вашу игровую группу, да, но при этом все равно вам дают вот этот стоп-кран, чтобы остановить игру в любой момент и убрать вот эту сцену, например. Вот, то есть, и вот я представляю себе то, о чем ты говорил, да, когда мы приходим к завершению игры, и мы узнали, что с Элис, например, случилось что-то плохое на самом деле, и, ну, как бы, вот такая вот беда случилась. И вы можете сказать, ой, это плохо, мне не нравится, икс-карточка, я не хочу, чтобы так было. Ну да, такой, и в чем суть тогда? Да. Тяжелая игра с тяжелым подходом, с тяжелыми вопросами, может, это какое-то начало интересного стиля, наверное, проведения игры. Мы сегодня говорили чуть ранее в эфире про то, что подготавливают ролевые игры в контекст онлайна, и эта игра может играться в онлайне, типа, тебе не нужно и так видеть людей, потому что ты с ними не говоришь, типа, и тогда мы возвращаемся, а не просто форумная RPG-шка эта? Да. Ну, в форумных RPG-шках у тебя могут быть сцены с другими персонажами. И свой персонаж. И свой сюжет. Ну, тут тоже свой сюжет есть, потому что у тебя есть икс-карта. Ладно, на самом деле, вот такая вот игра, ребята, Alice is Missing, я считаю, что в нее очень сложный порог входа. Для того, чтобы эта игра была очень хорошая, нужно очень серьезно подобрать людей, которые понимают, о чем эта игра, чтобы они понимали, о чем эта игра. И чтобы найти людей, которые могут насладиться вот этим вот перепиской и как-то это... Знаешь, я думаю, что, да, однозначно эта игра просто на... она требовательна к аудитории, вот и все. Да, то есть у нее есть определенная тема, у нее есть определенный жанр, у нее есть определенный подход к игре и определенные требования к игрокам. Вот так вот. Ладно, давай будем давать ей Денисов, я думаю, это будет тяжело, но попробуем это изолированно как-то дать... Давай, попробуем. ... ей какие-то баллы. Я могу сказать с позитивных вещей, что необычный геймдизайн. Однозначно. Не необычный геймплей. Типа, имеется в виду дизайн того, что как идет игра, но то, что как проходит игра, типа, со временем, место, оружие, кто, мы это уже видели. Да. Идея просто компьютерной игры, то есть это похожая тоже штука. Арт, симпатичный, да, вот это вот, да, карточки, карточки, оформление. Внутри буклет дешманский, как для солдатиков. Он как обычный буклет в любом вордгейме. Да, то есть такое, типа, ну окей. Что дадим, Саша, я даже не знаю. Мне очень сложно, мне очень сложно. Я этой игре дам три, не больше. Ну, типа, серьезно, потому что в настольной ролевых концепциях она всюду где-то пролетела, типа, общения мы не имеем. Игры-игры, по сути, тут нету. В нее тяжело зайти, очень тяжело зайти. Как это, инструменты, которые мы получили, они противоречат тому, что мы можем играть. История о пропаже девочки, белый фургон, сомнительный учитель-историк. История не новая, ничего мы этого не слышали. Это мы видели тысячу раз, пять тысяч миллионов раз. Маленький городок, темно, плохо. Пока что это да. А ты что бы дал, чтобы мы средний дать больше шипов? Средний хотя бы. А то сейчас у меня тут люди, наверное, которые любят эту игру, шажут нафиг. Мне кажется, что Alice is Missing это первая ласточка, наверное, да, в каком-то вот том же новом подходе, да, о котором мы говорили. И, в принципе, посмотрев на Alice is Missing, я знаю, почему она получила хорошие оценки, хорошие баллы, потому что это не похоже на то, что вы видели раньше, да. Абсолютно. Красивая игра, и как бы, ну, визуально, да, и, ну, история на любителя, скажем так. Но при этом всем я вижу, что наверняка найдутся другие студии, другие геймдизайнеры, которые посмотрят на то, что сделали Alice is Missing, и подумают, как это сделать еще лучше. Да, правда. И разнообразнее, может быть. И, знаешь, хотя бы поэтому, я думаю, что, ну, такая вот, как для первопроходца, наверное, какого-то, да, и попытку сделать действительно смелый какой-то такой необычный, действительно необычный подход к игре, ну, четверка, я думаю. Окей, тогда будет три с половиной. Ну, округляем до четырех. Ладно, до четырех, пусть будет четыре. Ладно, короче, Alice is Missing. Такая вот экспериментальная новая игра, которая нашумела достаточно. Кому интересно, она достаточно дешевенькая, маленький этот бокс, можно найти на ebay. Посмотрите, пощупайте, как она выглядит. Если кто-то в это играет, напишите нам в YouTube-комментариях, опровергните то, что мы говорим. Может, у вас есть личный опыт игр, прям геймплея. Расскажите нам о нем. Нам будет интересно почитать, потому что мы люди, которые развиваемся и точно так же хотим узнать новые вещи. Так что вот такая вот штука. Alice is Missing. А пока оставим сюда. Да. Ладно, все, мы закончили, короче, наш раздел старых пердумов, короче, полевую бурю нашу закончили, короче, да. И вернемся к вопросам, к болтанию, поболтаем с вами, ребята, ответим на вопросы, которые вы будете писать в чате. Пока идут вопросы, я расскажу чуть-чуть про новости канала. А новости канала у нас идет дрифтовый рейс разных стримов, спец... Что? Да. Это было хорошо. Alice is Missing нас прокляла сразу, что мы дали плохую оценку. Шумит еще, да? Сейчас увидим. Да-да-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там... Норм пишут. Норм, все. Да, у нас, что у нас тут идет? У нас идут вот эти вот все стримы, к этому все мы подготавливаемся. Между делом на стройке там идет, снесли стены, будет заливать пол, разбираемся в троевых каких-то штуках. Тут доживаем на этой студии, пробуем как-то выжить последние соки, с чего можно. Но мы тут еще достаточно долго, там еще стройка будет идти какое-то время. Готовимся к новым проектам, которые скоро будут анонсированы. Я думаю, что вам следующий будет очень-очень сильно нравиться. Пока ничего не говорим. И, собственно, все. Вот это вот у нас вот такой идет прям вопрос-вопрос-вопрос. Вопрос-вопрос-вопрос. И все. Все. Все, больше ничего. Вопросы. Если есть вопросы, тогда... Если у вас есть, ребята, вопросы, тогда мы ответим на них. Между делом, я так понял, что у нас должно быть на сервере скоро будут возвращаться тематичные недели. Да. Это означает, что будет какая-то общая тематика задана, и мы будем... Какой-то, может, приз будет. Гэммы будут вводить какую-то вот прям неделю одну тему на сервере у нас на Дискорде. Кто не в курсе, на Дискорде есть вечернее чтение и художественное оформление. Художники рисуют или ребята куда-то приходят читать. Я в прошлый раз, на самом деле, первый раз по-русски читал вслух. Никогда в жизни не читал. Это было супер-стремно. И было весело. Не знаю, как это было. Я такой... Ну, люди ничего не сказали, что я не очень. Ну, я такой, типа, я сделал все. Это было, типа... Потом мне жена сказала, что... Да. Я не слышал. Don't do it. Серьезно? Don't. No! God, please, no! God, please, no! Ну, знаешь, от филолога это когда... А, ну, да, конечно. Ты же такой... Ладно. Так, Герендел, кто завтра будет вести игру? Я! Я буду вести игру завтра. Завтра, напоминаем вам всем, завтра по 7 часов по Москве, да? Да. 7 часов по Москве у нас... Каме-ха-ме-ха. 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 Детсу-ш-ш-ш-ш спрашивает. Виталик, подскажи, пожалуйста, что ты читал? Я читал... Агний, лучший друг Иисуса Христа, Шмяк. Это книга про Евангелие, которая не вышла, про лучшего друга Иисуса, который рассказывает настоящую историю. Да. Смешная. Кратце, на самом деле, очень смешная книга. Да, смешная. Это мне еще напоминает чуть-чуть, наверное, этого... Монти Пайтон... Так это, да. И этот, как его там... Как он назывался? The Life of... Как его звали? Брайан. The Life of Брайан. Да, да. Я думаю, что это вдохновлено этим. Так. Оззи Корпп спрашивает, будет ли что-то еще на канале по Вархаммеру. Нет, пока что не планируется. Маршу спрашивает. Вопрос. Играли ли вы ребята в форумки? Что вы о них думаете? Кто спрашивает? Маршу. Маршу, ну, друг мой, зачем ты нас так ставишь под огонь? Вроде бы нормально общались. Я знаю, что Даша играла у нас в форумки. Даша точно играла. Даша у нас играла в форумки. Оксана тоже играла в форумки. А ты играл? Да. Я даже не знал, что такое есть. Не, я знал, что такое есть. Я однажды зашел на какой-то форум, где там все играют. Это как ты пришел на свингерскую вечеринку, ну, тебе 13 лет, и ты такой, типа... Да, это было стрёмно. Ты такой... Для меня форумка уже была... Да, там люди пишут какие-то огромные, типа, полотна. Мой персонаж... Типа, там, какой-то эльферендиэль стоит на берегу озера. Шелковистый бриз, пробегающий по озеру, теплыми волнами, развеивает его серебристые шелковые волосы, которые заплетаются в узоры, образовывая эльфийскую вязь, которая значит любовь. А там можно было любому отписывать на это? Нет, у тебя есть персонаж. А я мог написать после, как он это написал своим персонажем, и я ему отрубливаю ногу. Не знаю, кстати. А, выгнали бы? Икс-карточку показали бы твоему персонажу. Нет, мы не играли. Не играли? Я даже не... Видишь? Админ, админ. Для меня форумные игры, это был Combots. Да, Combots. В моей молодости. Это, да, форумная игра моей молодости тоже, да. Да, окей. А Дельта еще будет, спрашивает Зигистер Дастерер. Да, будет, конечно же. Когда жарко туда приходит, Дельта. Да, да, да. Так, iBread Inside спрашивает. Я что-то не понял. Тайна пропажа Алисы заранее определена? В чем отличие от настольных детективов? В том же Time Stories тоже роли. Игроки сами придумывают какие-то детали? Или, типа, в чем суть? Ты идешь по сути по карточкам, они тебе... К Лейду играли. Ребят, мы не просто так шудили. То есть, у тебя приходят какие-то... Каждое время, когда открытие карточки, вы открываете карточку, там есть подсказка. И в конце есть три варианта только, что может быть с Алисой. Ну, то есть, ее состояние. И вы как-то вот придумываете, как это все связано. А Гоблин Гогуркинг наш спрашивает, мол, нахваливаешь, там нас не буду я читать все эти нахваливания, но он пишет, когда ждать кулинарной рубрики от костей? Даша будет борщ готовить вживую, когда мы откроем в Тестивале. Yes! Yes! Я сказал это! Запомните это! Если Даша не смотрит, запомните, сделайте клип и киньте, пожалуйста. Виталий будет плов готовить. Я буду плов готовить. Да, а Даша борщ будет готовить. Мы решили, что мы так... У нас будет кухня просто на студии. Да, и мы должны, типа, сделать кулинарное открытие студии. Ты что будешь готовить? Я? Давай ты будешь что-то... Все должны. Витя, ты что будешь готовить, пока ты думаешь? Ага, да. Что ты? Ага, да. Да не-не-не, давай-давай. Витя. Лучше я борщ приготовлю. Лучше ты борщ приготовишь. Не-не, Даша никак не от этого не отойдет. Пусть будет. Главное, чтобы не Макс сделал, кто делает без буря... Без этого, без... Без свеклы-бурящи. Да, без свеклы. Что такое бурящ? Это борщ. Я буду делать блинчики и переворачивать. Ты умеешь переворачивать. А, ну ты же этот, ты же... Он четвертого ранга. Четвертый дан, да? Да, он четвертый дан. Третья форма. Третья форма, четыре... Окей, свите блинчики, отлично. Да, я чикен карри могу приготовить. Хорошо, ты будешь чикен карри делать. У нас остается еще трое пацанов. Ну ладно, сегодня мы их выберем. Дейниш, что будет Дейниш готовить? Хлеб с салом приготовить или... Нет, Денис, по-моему, умеет готовить на самом деле. Ну да, я думаю, что умеет. Я думаю, какую-то кашу он должен приготовить. Это по его стилю. Да, по его стилю. А Макс что должен сделать? Макс? Сосисочки на завтрак. Сосисочки должны на завтрак. У нас будет реалити-шоу, как Big Brother, знаешь, или какие-то эти вот все. Там будет камера, и мы там будем спать один день, утром, там завтрак, там типа сделаем. Там студия больше, чем у каждого из нас, любое жилое помещение. Ваня должен приготовить что-то такое, типа картофан с мясом. Просто картошку с мясом. Пюреху с мясом должен приготовить. Да. Вот так вот, 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 что надо было сказать. А, Юля, я знаю, кто играли у меня на, там, на, на Комик-Кон Украин. В Кавалерию. Я до сих пор помню, да. Что там с теми видеоотзывами на 10 секунд? Может, я что-то пропустила? Ничего, мне их нужно смонтировать, а времени пип запиканное нету. Я их, типа, сохранил, все, я их держу в сердечке, все посмотрел, мы все сделаем. Что ты ржешь? Я тебе сейчас отдам это. Слушай, фанов Каспар говорит, что шаман получился очень сильный. И стоит ли ждать нерфа в ближайшее время? Дота патч 3.1 скоро выйдет. Да нет, какой он сильный? Не знаю. ОП. ОП, как это? Я буду сейчас всегда фигурировать одной штукой, который сказал отличный геймдизайнер, его зовут Джефф Ричард. Тут ничего не сбалансировано. Потому что это так надо. Да, потому что хватит из ДНД делать игру про соревнования обилок, где все должно быть отбалансировано. Это не олимпиада спецспособностей. Плохо прозвучало, наверное. Плохо, Саня. Давай, давай дальше. На этом не оцензируешь. А в планах есть сделать сериал про Снэйк Сити и Ваню Варвара? Он Ванон Варвара, а не Ваня Варвара. Ваня Варвара. Нет. Да. Зачем? У нас Кости Коннект есть. Так, нашлык-шашлык, опять возвращаясь к Alice is Missing. Вы знаете, я слушал вас, и кажется, Alice is Missing это не ролевая игра. Кажется, это еще один довольно необычный способ сказать, предупредить обо всех тех опасностях, которые могут подстерегать подростка. И поэтому, мне кажется, рассуждать о ней как о ролевой игре не совсем верно. Хотя, надо признать, использование смартфонов в игре, ну, не знаю, мне лично немного странно это. Типа, зачем? Может быть, вполне возможно. Ну, это понятно, что Alice is Missing имеет социальный, как этот... Как это? Social message. Как это по-русски? Ну, да, да. Какой-то, как этот, урок какой-то должен выдавать. Из-за того эта игра и получила все эти награды. Не из-за геймдизайна, все, что там говорится. Из-за темы. Так. Уф, сколько тут всего навалилось. К черту баланса, я так думаю. А, вот еще Goblin спрашивает. Насчет шамана. Меня спрашивали, как шамана мультиклассить? Будут ли какие-то ограничения, как у некоторых случаев с заклинателями? Я пока что думал о том, чтобы вообще не... Короче, шаман, это шаман 0.3. Пока что в этой версии не предполагается, что кто-то мультиклассит. Потому что шаман очень специфичный класс в но. О, и ты типа, ты или шаман, или нет. Ну да. Оф, так, что тут еще? Ага, да. Все, вопросы заканчиваются. Витя закончил вопросы. Ну все, тогда если все вопросы закончены, то спасибо, ребята, что сегодня с нами были. Спасибо, что кто нас поддержал. Сейчас мы пойдем есть. А завтра увидимся на Каме-ха-ха! Витя, ты выключил? Нет. Ну ладно, так, давай.